данный образец винтовки к 98 ну естественно охолощенный для реконструкции под патрон 57 т.к. 5 патронов собственно самой винтовки использовалась получается в период с полностью от начала второй мировой и до самого конца данный образец был именно в пехоте германских войск вермахте также еще использовался естественно и в других частях как в сс это было самое распространенное оружие германской армии на тот период из многих винтовок как по мне лично мое мнение это одна из самых модернизированных и эффективных оружий на тот период даже по сравнению с винтовкой мосиной которую там можно бросать грязь и творить все что угодно но тем не менее это оружие было эффективным его использовали его изготавливать до самого конца войны и она никогда не подводила даже после окончания войны германской демократической республики даже фрг на период холодной войны это оружие было это оружие использовалось это оружие любили можно было просто заряжать а были еще на обоймы то есть обоим выставляли здесь вот и специальная даже часть для обоймы устанавливался проходил да 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 заела а не у него взаим тоже холостой да да если холостых потом он тоже проблем тем не к тому же это оружие наполовину собраны это не полностью целое из-за него естественно бывают проблемы в заедании во всем к сожалению а это копано у тебя да да к сожалению очень многие оружия особенно немецкие оружия очень трудно достать у нас нашей стране в нашем государстве и по многим причинам во-первых по цене во вторых по количеству и из-за этого люди изливаются как могут чтобы можно было приобрести подобные образец оружия достойно а вам как собрано расскажи мне что вы купили что не ну сама это виток и была выкопана под спасдеменском на тех местах сражений это образец именно веи морского маузера к 98 почему сейчас я объясню на нем находится орел орел еще получается межвоенный то есть через после первой мировой войны ну конец двадцатых начало тридцатых годов и раз уж мы вот копали под спасдеменском следовательно он прошел получается с тридцатых годов и до самых вот вот начал великой честной войны прошел самой германии до нас и вот дожил и мы его при прилили в порядок и очень даже добротно я считаю можно использовать можно стрелять но остальное вот это кто делал как вообще технически просто как происходит ну мы его как получается откопали в порядок в чувство некоторые детали естественно уже сами до собирали какие были вот вот это вот не от этой винтовки прицельная планка тоже не от этой винтовки это отдельная деталь была после того как мы уже сборки его собрали поставили шпири здесь здесь и здесь чтобы охолостить и подали документы на то что это оружие данное охолощенное что оно не является боевым ну и начали использовать по назначению